Привет всем любителям пошаговых стратегий, вы видите и слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет, и это начало прохождения Sid Meier Civilization 6 на последнем уровне сложности с одним из новых лидеров. Давайте посмотрим с каким. У себя в сообществе я провел голосование, как видите, правда за 12 часов только 2000 голосов, но я думаю, мало что изменится. 57% подавляющее большинство за Юн Лэ, за него и будем играть. Традиционно я постараюсь сделать сейв первого хода, чтобы вы вместе со мной могли проходить, но чтобы он вас заработал, вы должны установить те же моды, что и у меня. Вот, собственно, они написаны, а вот те, что включены, они будут в игре. Это никак не меняет механики абсолютно, это чисто для интерфейса и даже для улучшения действий компьютера, а именно Fix AI Corporations, чтобы с монополиями и корпорациями компьютеры умели играть. И Real Strategy, по-моему, неплохой мод для улучшения искусственного интеллекта. Ссылки на все моды, на мой пак модов, собственно, в описании и в прикрепленном комментарии. Там же ссылка и на сейв первого хода. Переходите по ссылкам, устанавливайте моды, скачивайте сейв, проходите вместе со мной, будет интересно. Традиционно божество, начинаем с древнего мира. Скорость мне понравилась против компа на быстро играть. Сетевая слишком быстрая, стандартная, долгая, вот мне быстрая скорость нравится. Карта континенты традиционно, но вас предупреждаю, что если я вдруг оказываюсь один на континенте, то я игру рестартану и вы, собственно, этого не увидите. То есть то, что вы смотрите, значит, там у меня на континенте хоть кто-то да есть. В этот раз взял карту размеру большая, а не стандартная огромная. Ну, так себе они действуют, стандартная тоже. Давайте на большой еще попробуем, да. Все остальное абсолютно стандартное, больше ничего не включал. Варварские кланы и монополии корпорации включены. Со всеми остальными игровыми режимами компьютер просто не умеет взаимодействовать. Очень плохо, особенно случайные технологии социальной института, он там вообще какую-то фигню делает. И вот самое интересное соперники. Во-первых, я поставил всех китайцев. Сейчас в игре 5 китайских лидеров. Будем считать, что у нас раздробленный Китай, 5 китайских провинций, 5 китайских царств. Хотя было у них в истории 3 царствия, 3 царства такое было дело. У нас будет 5 царств с разными лидерами, причем еще один у нас просто раздвоился. Цинши Хуанди небесный мандат и Цинши Хуанди освободитель. Посмотрим, как оно. И азиатские соседи я поставил. Ганди, Индия, Вьетнам, Кхмеры. Ну, это, кстати, местная нынешняя Кампучия. Прежде всего, не Кампучия сейчас называется. Камбоджа. Камбоджа. Корея, естественно, для проверки науки. Ита Кугава, за которой прошлое было прохождение. Поэтому мы его не проверили. И он, к тому же, азиат, японец, считайте, сосед. Так что, по-моему, должно быть прикольно. Такое китайские 5 царств и окружающие их королевства. Посмотрим, как это будет. Особенность цивилизации, уникальный юнит и уникальное улучшение у всех китайцев будет одно. Вот это только различается. Особенности лидера. И у Юн Ле. Он называется Лидзя. Все города получают доступ к проектам, позволяющим обратить 50% производства в пищу и веру. И 100% производства в золото. Города с населением 10 или более получают 2 золота, 1 науку, 1 культуру. Вход за каждую единицу населения в городе. Давайте посмотрим, где мы появляемся. Надо не забыть сделать сразу сейв. Потому что я в прошлый раз забыл. И нечего мне было вам выкладывать. Потом на меня ругались очень сильно. Сейв первого хода сделан сразу. В общем-то давайте разбираться. Убираем свою рожу. Так. Дофига камня. Место, по-моему, очень неплохое. Министерство смущает, что тут будут затопления всякие. Ну, я бы не уходил. Нормально. В принципе, начинаем сразу здесь. Погуляем. Ну, и тем более мы расти сможем быстро. Наверное, не буду даже залучивать. Нам надо же быстро 10 жителей. А, слушайте, какие-то проекты. Значит, проекты, видите, сразу готовы, да? Лидзя вера, лидзя пища, лидзя золота. То есть, мы можем прямо 224. А, видите, я вот в обзоре говорил, что, типа, каждый ход генерирует. А, так это бесконечно можно делать. То есть, ну, у нас сейчас одно производство. То есть, мы 0,5 веры будем генерировать. Но! Я могу быстро сюда переключить, например. И я буду полторы веры в ход генерировать. Генерирует. Я, правда, пока не знаю, какой нам пантеон брать. Но выглядит, например, соседство тропических лесов неплохо. Но я бы пока вырос. Так, давайте животноводство. То есть, надо подрасти хотя бы до трех... Жителей. Наверное. Вот эту клетку выкупить. Какой он сам хочет? А, с банана. Да, с бананами тоже крутая. Просто гуляем раз... О, вон ГГшка, кстати, религиозная. И я ее первый встретил. И Канди, блин, ее бы, конечно, засоюзить, Канди, прежде чем гулять. Так, два жителя. Камень. Только стоит выкупить клетку. Три царик. Нет, пока не будем этого делать. Ну, такие еще места неплохие. С горами, с пересеченной местностью. И я не думаю, что я один на этом континенте. Тут уже выглядит, что дофига места. Я еще и в центре континента. Слушайте, ну я бы почитал проект на соседство с тропическими лесами. Этого... Священного места. Так, лошадей у нас рядом нету. Ну вот, а не воссушить его есть. Даже лошади есть. Так, я бы вот выкупил... Хотя он сейчас еще... В следующем ходу можно выкупить рис. Пока... Пока рано. Так, вот я думаю, читать ли уже проект? Сейчас у нас пять производств. То есть два с половиной будет... Либо сделать еще разведчика. Блин, если кто-то рядом, так у меня вообще жопа будет. Что-то я... Ну давайте посмотрим. Просто я хочу посмотреть, как это работает. Пока вот написано плюс один. Подожди, кстати, а это... А что у нас плюс один от чего? От модификаторов плюс... Вот от чего у меня сейчас идет одна вера? Кто-нибудь в курсе? Знаешь, не стоит еще и карточка не стоит даже. Так, что-то я не пойму. За счет чего я получаю одну веру сейчас? От модификаторов. Здорово. Что-то странно. Хм. Ну ладно, я не буду... Я просто думаю, что у меня все-таки надо какой-то юнит еще построить, прежде чем... Или... Ладно, давайте посмотрим. Посмотрим, как оно работает. Извините. Я тут все туда-сюда... Должно быть не плюс один. Во, видите? Пять с половиной. А все-таки один откуда? Я вот реально не пойму. Четыре и пять от лидзя. А почему четыре и пять? Почему четыре и пять? Если это пятьдесят процентов, то есть должно быть... Ну, три с половиной. А дает четыре с половиной. Семь. Семь производства, правильно у нас? Или он только сейчас увеличился? Так даже если сейчас увеличился, меньше должно было быть. Что-то непонятно. Как-то непонятно, эта фигня работает. Клан кого? Тигровый клык. Ну, как бы оно больше дает, чем я ожидаю. Почему-то. Это, конечно, приятно, но непонятно. Собственно, нам тут... Там шестнадцать на этой скорости надо очков. То есть я в следующем ходу эту лидзя, наверное, выключу. Ну, тот факт, что мы реально можем набить любой... Ну, очевидно, что не может никто раньше нас взять. С такими способностями. А, стоп. Можно же бог-царь не брать. Я уже по привычке всегда бог-царь ставлю. Прикол. Так, ну, значит, выключаем. Я, наверное, все-таки разведчика еще построю. Какое мастерство, наверное, буду открывать. Ну и хобана. Мы сто процентов первые на пантеоне. На Кромлихе нету смысла. Я все эти камни соберу. Ну, священные места, да. Че тут? Я вижу, что у меня тропические леса есть. Соседство будет. Очень даже неплохо. Я, в общем, наверное, на слонов ставил город. Я помню, что здесь у нас руинка. Но, блин, мне эти варвары не дадут ее взять. Соседей вроде даже нету совсем впритык. О! Когда ты найдешь себя в стерцах? Это сейчас пойдет на нас шестерить. Так. Один ход камень. И довольства нету. Ну, нам надо будет рабочим рис сначала обрабатывать. Ну, или камень по пути. Да, камень я смогу. Давайте, наверное, это огончарное дело, чтобы в ворошении. Камень, рис, ну и, собственно, сахар потом через ворошение. Ты гадина. С прощой. Да, еще как-то так с соседями повезло. Никого рядышком особо нету. Знаете, я постою. У меня двойной опыт. Его все равно должны эти убить. У меня карточка на двойной опыт юнитов разведки. А, мастерство, главное, не забыть отключить. Не, не убили. Ну, значит, я, значит, его убью сейчас. Отлично. Так, это все озеро. Озеро, это же озеро, да? Озеро. Соль. Эх, соляной старт. Эти, соль выглядит так же, как в пятерке, но меньше дает просто. В пятерке, по-моему, соль единственный... Почему всем так говорят соляной старт? Единственный ресурс, обработав который, вы добавляете два каких-то... Типа, одну еду и одно производство. Обычно вы обрабатываете, и вам дает это плюс еда или плюс производство. А соль сразу. И еду одну, и производство. Нифига тут... Нифига тут... Кампусик на плюс шесть... На плюс семь? А, ну, потому что это леса еще. Нет, три горы, три горы и плюс семь кампус. Я кампусов на плюс семь, кроме как у Австралии, по-моему, и не видел. Охренеть. Да, старт у нас шикарный, я вам хочу сказать. Еще и соседей никаких нету. Ставь города как хочешь. Так, следующим ходом главное не забыть отменить. Пока обрабатываем каменоломню, но я весь этот камень соберу потом. Наверное, дуболомом буду возвращаться. Вот скаутом тут дальше похожу. Так, а кого из этих я... Вот Махенджи Даро кто-то встретил до меня. Акандии Преслов мои. Первовстреченные. Так, ну, поселенцев надо. Надо поселенцев делать. Дальше. Ну, уникальное... Не, наверное, нарушение пока надо. Бесчастье... У нас город очень хорошо растет, а без счастья он сейчас просто остановится и все. Так, следующим ходом мастерство откладываем. Так, тут рис. Чтобы ускорить орошение, надо рис обработать. Слушайте, что я хочу? Я бы рабочего хотел. Ну, ускорение военной традиции так себе, потому что мы бы ее так ускорили. Это уничтожить аванпост варваров. Вот у нас тут он есть. Мы будем и так, и так занять. Хотя, слушайте, он в пустыне стоит. Хочу ли я Днепр? Так, а если Днепр? Ну, это же название... Подождите, какая цивилизация может... Днепром назвать. Так, ну и я первый встретил. Включение, что это я сам назвал Днепр. Ну, если вы не знали, в шестой цивилизации реки, как бы, вот изначально, как генерируется карта, они не имеют названий. И они называются автоматически по встреченной цивилизации. Цивилизация встречает ее и... Находит реку и называет. Собственно, по... Поэтому Днепр, типа, Россия встретила бы, если бы эту реку, она назвала бы Днепр. А вот почему у Китая Днепр внезапно? Может, в Китае есть Днепр? Ну, вот видите, пять жителей, уже нехватка... Счастья. Так, хочется найти тут цивилизацию, кто у нас в соседях. Тут нет смысла переключать, тут все на производстве стоит. Самым классным. Надо где-то засвечивать все-таки, пойти куда-то сюда дуболомом попытаться руинку собрать. Так, вот и ускорено орошение. И один ход как раз до обработки сахара. Отлично. Все очень классненько пока. Блин, реально, а где... Где соседи? Что-то очень много территорий я уже обсмотрел. И как-то нету соседей. Я загрустил. Мне кажется, чтобы я не грустил. Сейчас самое время поставить лайк, написать комментарий, если вы хотели написать комментарий, что-то отложили. Время поставить лайк и написать комментарий. А также, возможно, подписаться, если все еще не подписаны на мой канал, что в руинке 21 мирового влияния. На-фиг-на-да. Если вы хотите поддержать финансовый канал, то спонсорская подписка будет великолепной. Я так обрадуюсь, буду так рад спонсорской подписке. Честно-честно. Блин, надо было сюда идти. Я в следующем ходу уже сахар обработал. Блин. Ну или просто финансово поддержать через PayPal, криптовалюту и так далее. Все, все, все подробности в описании, в прикрепленном комментарии. Большое спасибо вам за поддержку. Продолжу. А, да, тут еще ссылки появляются. Вот, можно зайти в мои какие-то социальные сети. Все, вот теперь точно все сказал. Блин, вот эти, с этим лагерем я бы разобрался. Сразу. А что он продает? Наверное, копейщиков продает. О, Корея у меня в соседях, значит, сверху. Да, слушайте, ребята, забыл еще, как мы играем против божества. Мы не меняемся ресурсами роскоши. То есть я говорю, чтобы и вы так играли. Я так буду играть. Я уже последние игры играю, я считаю, что это лучше. Потому что компьютер ресурсы роскоши неадекватно продает. Значит, не меняемся ресурсами роскоши. Вы сами можете ресурсы роскоши только продавать за деньги и стратегические ресурсы. И покупать у компьютера можно ресурс роскоши только за деньги. Причем вы должны ему заплатить в 10 раз больше, чем он просит То есть, например, если у нее там ресурс роскоши какой-то будет Она попросит 10 золота в ход, то вы должны 100 золота в ход заплатить Вот так Они неадекватно торгуют ресурсами роскоши, по моему мнению Стратегические нормально, да А вот ресурсы роскоши такое себе Так, ну давайте каменную кладку откроем Хотя не выглядит так, что я смогу здесь Как мне кажется, выйти А, я уже походил Не, знаешь, что не буду брать Если он меня проатакует, у меня будет возможность полечиться немножко Вильнюс я не первым встретил Значит, валим И тут берем на холмы Сандок 13 лошадей За 6,3 золота в ход Давайте я типа 10 продам Просто 3 золота Ну, давайте Я пока самому лошади не особо Ой Блин, я думал я рабочим хожу Так Блин Я на самом деле Мискликну Я бы хотел сюда везти Потому что там Китай в ту сторону Блин, ладно Придется просто ход потратить Получается Ну вот Китай недалеко Но у меня тут Такие Так себе проходимость Я бы сразу еще поселенцы делал Лишком крутое Ну вот мне надо сюда поставить И сюда поставить А дальше уже В остальные места Уже такое Она может поспешить Все-таки С религией Раз я такой пантеон взял Ух ты Тяжелое поражение Так Надо подождать Когда мы возьмем Плюс 5 Вот это против варваров При создании Пока Пока просто плюс производство Да, тяжело Потому что обычно В лагерях стоят Эти Копейщики И против них У дуболомов бонус При битве А тут почему-то Сами дуболомы стоят Что Странно Поэтому мы тут Долговато будем Этот лагерь бомбить Пока надо постоять Слушайте, у Кореи Тут тоже неплохие места Ой, 26 золота Как-то Грустненько Выдали Я не буду Эти Ну вот Стартовое место Крутое Странные строители Торговые пути Не, наверное Пока ничего не меняем Или поставить там Все-таки А сейчас явно После этого поселенца А, ну знаете что Давайте я вот так Проатакую Еще раз И сменю здесь На создание Юнитов А здесь На создание Строителей Потому что Следующий Цивик Очень нескорый Откроется По ощущениям Культуру Тут нам Как-то не сильно Капает Разгляните А вон Пост Парваров Создать Ну вот Нам раннюю империю Надо открывать Конечно Слоновая кость Должна сразу Заработать Тоже Потому что Лагерь открыт А мой город Прямо на ней На Ух ты Там скал Бегает Но он Не может Захватить Тут пока Стоим Ага Там Корея Разбирается С лагерем Блин Я вот Будешь Как бы Этот Не вырос А с другой Стороны Может Пускай И растет Пока еще Не определился Я вот Эту территорию Полностью Не вижу Так бы Тут конечно Какой-то Город Может И встать Но Как-то Пусты Немного Там Джунгли Были Что-то Не заметил Ну вот Видите У нас Уже Слоновая Кость Капает Ну и Походу Я в Обычный Век Выйду Не вижу Как тут Я могу Золотой Век То есть Я могу Конечно Стену Открыть И поставить Но Ой Тут Не пройти Но И это Не поможет Эти Минанки Двадцать Шестой Ход Так Это Долбит Мы пока Можем Постоять Нам Надо Сюда Город Ставить Единственная Проблемка Слушайте А может Сюда Поставить Чтоб Сюда Влез Другой Если Сюда Ставлю То Там Город Все Влазит Не Лучше Сюда Тут Лучше Естная Проблемка Я бы Хотел Этот Лагерь Забрать До Того Как я Город Поставлю Га тут Армии У Кореи Ну Ко мне Ити Тяжело И нападать На меня Мне повезло С территории Поэтому Можем Спокойно Развиваться Может Рабочего Не Пока Блин Хотя И астрологию Открою Как Рабочий Два Хода Давайте Вот так Пока Сделаем Здесь Он Хоть Один раз Еще Не Проатаковал Блин О Отлично Зашибись Так И здесь Пока Можем Спокойно Подходить Тут Конечно Сварвар Они Видите Занимаются Этим Воином Преслало Я могу Спокойно Тут Ой Я под Квадрилем Что ли Встал Не Сорян Не хочу Чтобы Меня Обстреливали Так Отлично Фак Блин Как он Неудачно Вот тут Появился Это А Стоп Белогут Сюда Встать И Меня Не Могут Захватить Отлично Потом Сюда Дуболом И Сюда Все Хорошо Так А Че Вот Я Построил Рабочего Спрашивается Убирать А пока Магнуса Не Посажу Ничего Не Собираюсь Вырубать Мне Нечего Обрабатывать Ну Смысл Обрабатывать Сейчас Эти Камни Блин Я Реально Бессмысленно Рабочего Построил Да Фига Тут Стена Просто Смотрите Вот Так Был бы Тут Какой Ни Сосед Он Просто Ко Мне Никак Не Мог Пройти Ладно Постою Полечусь Ну Блин Квадирем Не знаю Почему Квадирем Не атакует Этого Прощника Честно Говоря А Ну Сейчас Кстати Не Кстати Не зря Я вспомнил Почему Я Рабочего Строил Потому Что Мне Надо Посмотреть Где Я Могу Поставить Священное Место Максимально С максимальным Выхлопом И Собственно Рабочим Зачистить Там Ну Тут Плюс Четыре То есть Две От горы Одна От Джунглей Одна От леса Так Здесь Плюс Три И Ничего Типа Вообще Зачищать Не Надо Просто Просто Вот Здесь Мне Кажется Стоит Скорее Кампус Поставить Будет Хотя Еще Зависит От Ромашки Где Мы Сделаем Пока Непонятно Блин Мне Кажется Вот Сюда Лучше Так Что Пока Я Просто Даже Не Строю Так А Религии Ну Ученый Забрал И Одна Только На Пророка Пока Че Так Что Религия Думаю Мы Будет Сможем Основать Так Не Должны Убивать Вроде Атакуют Атакуют Хотя Могут Блин Ай 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 Блин Стою По Равой Реально Бессмысленно Построил Сам На Себя Негодую Лучше Я думаю У меня бы Сейчас Было Три Прачника Мне Было Было Намного Веселее Подходит Прачник Обстреливает Потом Дуболом Атакует Нет Он Тупанул Как Всегда Компьютер Как Всегда Тупанул 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 Было Норм Норм Разграбят А не Я убил Фу Вообще Здорово Получилось Так Пока Непонятно Что Рабочим Обрабатывать Просто Стоим Рабочим Реально Вырубать Не хочу Пока Магнуса Нету Вот Надо Раннюю Империю Открыть И Магнуса Отправить В Пекин Тогда Мы тут Все соберем Можно даже Какое-нибудь Чудо Построить Давайте Подумаем Какой Ну Можно Стоунхендж Наверное Так Сколько У нас Тут Остается Четыре Хода Да Без шансов Надо С этим Лагерем Идти Разбираться Опять же Стоим Может Мне даже На камень Встать Лучше Какой-нибудь Вот С этого Камня Начну Кстати Вот здесь Еще Кампус Можно Тоже Плюс Два Вполне Так Что У нас Здесь Блин Почему Это Квадри Или Она Уже Убила Блин Я тут Вообще Застрял Ну Давайте Попробуем Блин Пройти Насколько Больно Меня Квадри Рема Ратак Она Не Меня Атакует Отлично Так Поселенцев Строителей Покупка Клеток Это Мне Пока Ничего Не Нужно И Вот Это Можно Поменять Давайте Вот Это Против Варваров Поставим Создание Строителей Пока Ставлю Блин Уже Лучники Ни хрена Себе Похоже Мне Тоже Надо Луки Тогда Нет Сначала Письменность Потом Луки Деньги У меня Есть На Апгрейд Так Назначаем Магнусов Пекин Дальше Трудовую Повинность Мне Нужен Район Для Ускорения Трудовой Повинности О Мохандас Ганди Блин Я надеюсь Что у меня Хоть какой-то Китай Будет В соседях Типа Интереснее Против Китая Было бы Блин Там Надо Отступать Конечно Так Вот Теперь Давайте Посмотрим Священное Место Здесь На Плюс Три Там Плюс Тут Везде Кампус Плюс Два Будет Тут А Я Не Могу Еще Камень Собрать Между Прочем Мне Каменную Кладку Надо Открыть Сначала Четыре Хода Да Едет Этот Парень Видите Я не могу Посмотреть Сколько Ну тут Плюс 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 Три Тут Кстати Тут Плюс Три Я думаю Кампус Мне сюда Надо Ставить Тут Тоже Написано Плюс Три Но Это За счет Ну Блин Я бы Это место Конечно Оставил Для Президент Я могу Вот Метку Поставлю Будет Он Срабатывать А Плюс Два Все Таки То есть Рядом С центром Города Не Получится Да Ну Хорошо Тогда Можно Сюда Этот Центр Коммерции Точно Плюс Три Будет И Центр Коммерции Плюс Три Но Его Будет Засыпать Периодически Тут Река Тарим И Здесь Тарим Ну Получается Тогда Нам Надо Сюда Дамбу И Было Бы Ну С другой Стороны Сюда Можно Акведук И Сюда То есть Промышленную Зону Но Мне Кажется Что Стоит Попробовать Мачу Пикчу Построить И Тогда Соседство От Горы Будет Где Мачу Пикчу Кто Видит Вот Оно И Тогда Сюда Промышленная Зона А Существует Реально Сюда Промышленная Зона Потому что Вот Здесь Можно Еще Каменолом А Здесь Вот Это Камень Не Собирать Каменолом Поставить А Здесь И Тут Будет Если Мачу Пикчу Построим Тут Даже Будет Плюс Пять Промышленная Зона Да Здорово Но пока Не видно Где Ромашку Строить Пока Что Вообще Никак Так Янтарь Ну вот Например Смотрите Ганди Готов Нам Янтарь Продать Но Мы Мы Должны Вот Он За 29 И 3 Вход Значит Мы Если Хотим Купить То За 290 И 30 Вход Ну Или Вот Например За 560 Вход Так Что Понятно Что Сейчас Мы Его Купить Не Можем Это Слишком Дешево То Что Он Предлагает Нет Пожалуй Не Будем Влазить Я Начал Каменную Кладку Открывать Нет Давайте Стрельбу Из Лука Все Откроем Тут Стоим Так Ну Я Хочу Этот Священное Место Делать Сначала Вот Сюда Сейчас Повторя Я Видел Что Там Плюс 4 Но Пока Мы Хотим Вырасти Над С собой Ух Ты Он Тут Уже Ведет Поселенца Так Ну Беру Свои слова Обратно Что Все Далеко От Меня На самом Деле Довольно Близко Но Мне В первую Чуть Надо Вот Эти Места Занимать То Мне Надо Будет Куда Вот Сюда Вести По Силам Так Влезать У меня Походу Уже Походу Уже Нет Это Так Чинджу Поставила Да Надо Будет Сюда Оставить Блин Хитрый Хитрая Корея А тут У меня Сейчас Еще Подселит Индия Короче Все Не Так Уж Круто Если Она Хочет Долболом Обстреливать Я не против Одно Долболом Покачается Хочется Для меня Какие-то Проекты Вот Сейчас Сделать Ну Вот Эти Особенные Мне Кажется Нет Вот Кстати Давайте Подумаем Я Блин Не знаю Сколько Сейчас Стоит Сколько Стоил Поселенец Через Веру Ну Вот Просто У нас Поселенец В Производстве 93 То есть Если Он Стоит Если Поселенец За Веру Стоит Меньше Чем 186 То Выгоднее Типа Производство Веру А Почему Я На 2 Умножил Нет Это Надо Меньше Было Нет Точно Не Выгодно Я Подумал Может Типа Делать Этот Проект Переводить Производство В Веру И за Веру Покупать Но Я Зачем Умножил Не Разделил На 2 И Начинается Античность Как я и говорил В нормальный век Вышли Ну Тут Явно Возьмем Наверное Распространение Веры Но Что Точно Мы возьмем Будет Известно Уже В следующей Серии Традиционно Вышли В следующую Эпоху Серия Заканчивается Напоминаю Напишите В комментариях Как вам Все это Дело Проходите Вместе Со мной Ссылка На Сейв Первого Хода Будет В описании Видите Я успел Его Сделать Ну И Ваши Впечатления От Новых Лидеров Тоже Пишите Конечно Продолжение Завтра Спонсоры Канала Уже Могут Поискать Во вкладке Сообщества Большое Спасибо Вам Пока Я Алексей Халецкий Тот Кто Сделал Это Видео Лайк Комментарий Подписка Возможно Супер Спасибо И Спонсорство Спасибо За Поддержку До Следующих Видео Продолжение следует